Более 15 тысяч ценителей прозы и поэзии собрались в деревне Захарова, чтобы отметить 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. С именем Пушкина каждый ребенок рождается. Это имя живет в каждой семье, не только в России, но и за пределами, далеко за пределами Российской Федерации. Многие поколения детей воспитаны на имени Пушкина. Пушкинский праздник традиционно приходится на первое воскресенье лета. Посмотреть место, где литературный классик провел свои юные годы, приезжают даже иностранные гости. Сегодня у нас широко представлены фильмы о Пушкине, исторические очерки, посвященные творчеству Александра Сергеевича Пушкина, традиционные игры детства. Здесь была вообще пустыня. Даже этого домика, который считается, что он 19 века не было здесь, был просто фундамент дома бабушки. Потом возникла идея сделать домик, и сейчас он полноценная часть. Для гостей праздника провели мастер-классы. Все желающие могли попробовать себя в ремесленном и кулинарном деле, посмотреть фильмы о Пушкине, узнать о технике первой печати. Под открытым небом работали библиотеки, в которых соревновались выразительности и артистизме чтецы. А чтобы лучше почувствовать дух золотого века русской поэзии, можно было взять в руки перо и даже попробовать им написать пару строк. Пушкин был большим поэтом. Он написал много стихов и рассказов. Именно он вдохновил меня писать рассказы и стихи. В Захарова поистине царила пушкинская пора. Дамы и кавалеры в костюмах 19 века. Интерактивные площадки, стихи и проза, музыка и песни. Не было скучно и маленьким гостям праздника. Они с удовольствием участвовали в играх, которые когда-то любил маленький поэт. Смотрели театрализованные постановки и слушали рассказы о детстве Пушкина. Не первый раз на таких праздниках. И, конечно, очень радует, что очень много народу приходит всегда. Тем более сейчас, когда 220 лет Пушкина, это большая дата не только для нас, а вообще в масштабе всей страны. Мы с большим удовольствием ждем это мероприятие, потому что эта поляна сказок организовывает такое количество мероприятий для детей и взрослых. Из года в год желающих приехать на Пушкинский праздник становится все больше. Это лишний раз доказывает пророчество, написанное самим поэтом, про памятник, которому не зарастет народная тропа, сбылось. Мила Тросевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».